В школах и детских садах начались новогодние елки. Каждое представление – удивительная история с яркими сказочными персонажами, с играми, песнями и хороводами. Несмотря на то, что на дворе 21 век, ребятня любят забавы, которые увлекали еще их родители и даже бабушек и дедушек. А про самую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка» говорить нечего. Традиция. На одном из предновогодних праздников, который прошел в Видновском художественно-техническом лицее, побывала наша съемочная группа. Нам повезло. Мы увидели не только праздник, но и то, что ему предшествует – репетицию. Ох, непроста актерская профессия. Дед Мороз в жизни Роман Павлов совсем зажарился в теплой шубе, но азарта не растерял. Важно, чтобы уверили в Деда Мороза, в сказку, что есть какое-то чудо. Восьмиклассница Александра Рябова играет бабу-ягу. В каждый спектакль, говорит, привносит что-то новенькое. Первый раз было немного непривычно, но потом уже понимаешь, что нужно не просто читать свой текст, а играть с залом. То есть, чтобы детям было интересно. Нужно завлечь их своей игрой, чтобы они поверили в эту сказку. Мы попали на четвертое представление. В зале были ребята третьих и четвертых классов. Кого тут только не было. Рыцари и разбойники, прекрасные королевишны и даже Пикачу и черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя. Это герой хороший. Зачем же он парк? Он спасает мир человечества. Мы так и не узнали, кто скрывался под маской борца со злом. Началось представление. Глаза ребят сразу зажглись любопытством и желанием увидеть сказку. Керта, ты где? Я здесь! Нам нужно остановиться, иначе мы заходим в небесной воле. В сюжете спектакля герои из разных сказок. Тут и андерсеновские каи с Гердой, и рассказанные маршаком герои английского фольклора «Три поросенка» и «Красная шапочка» Шарля Перо. Зрители уже не малыши, и все же им хочется верить и в Деда Мороза, и в то, что в Новый год сбываются все желания. У всех хорошее настроение и приятные эмоции. Новый год – это все-таки самый волшебный праздник. Но это самый главный семейный праздник. Мне кажется, что самое главное не подарки, а главное – радость и семья. То, что дружно все, и новогодние ощущения. Ну, как бы дружно все. Очень хорошее ощущение, как бы семейное. Это так приятно, даже лучше, чем подарки любые. Каждое слово, сказанное от чистого детского сердца, я уверена, будет услышано, и Новый год принесет в дома каждого радость, здоровье и благополучие. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ой, а как же самая известная новогодняя песенка? Конечно же, без нее наш праздник не обошелся. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. Субтитры создавал DimaTorzok